Прямой эфир телеканала Россия продолжает вести Ульяновского региона в студии Ирина Шмыгова. Добрый день и коротко о главном. Напала на ни в чем не повинного продавца и безжалостно нанесла десятки ножевых ранений. Потерпевшая госпитализирована, подозреваемая в настоящее время задержана. Следственный комитет расследует дело по происшествию в Гулевере на водопроводной. Установлены нарушения сроков контракта. В этой связи прокуратура района, индивидуальный предприниматель Таушкина 2 сентября внесено представление об устранении нарушений закона. В сквере Крамзина, который должны были открыть в конце августа, до сих пор продолжаются ремонтные и благоустроительные работы. И 4 миллиона на развитие фермерского хозяйства. Фермеры уже все построены. Также уже был заложен сенаж для того, чтобы кормить скот. На что фермеры направляют средства с агростартапа, расскажем в конце выпуска. Чудовищный случай. Потряс Ульяновск. Накануне посетительница магазина «Гулевер», что на улице водопроводной напала на продавца с ножом. На этих кадрах видно, как целенаправленно женщина в маске движется к работнику магазина, а затем хладнокровно начинает наносить ей ножом удар за ударом. На помощь коллеге бросился другой продавец, затем покупатель. Обезоружить разъяренную даму удалось с трудом, а после этого она покинула место преступления. И к другим темам исполнилось 175 лет со дня открытия в Симбирске памятника Николаю Михайловичу Крамзину. Но, к сожалению, Крамзинский сквер, который сейчас закрыт для посещения в связи с ремонтом, к юбилею подготовить не успели. В дело даже вмешалась прокуратура, а губернатор лично приехал осматривать ход ремонтных работ. Дошли первые лица области города и домим-центра, который также сейчас находится на реставрации. Подробнее Ирина Силкина. Будто с грустью взирает муза Клио на ограждение вокруг. Пока доступа горожанам к одному из старейших симбирских памятников нет. В сквере уже два месяца ведутся ремонтные работы. Обновленный объект культурного наследия должны были открыть 30 августа. Но здесь все еще копошатся бобкеты и рабочие старательно, но неспешно выкладывают плитку. Задержкой заинтересовалась прокуратура. В ходе проверки были установлены нарушения сроков контракта. В этой связи прокуратура района, индивидуальную предпринимателю Таушкину 2 сентября внесено представление об устранении нарушений закона с требованием в кратчайшие сроки завершить выполнение работ в соответствии с условиями контракта. В настоящее время работа на объекте активизирована подрядчиком. Ведется активная работа по обустройству брусчатки, на которой на данный момент выполнено более 50% по ее укладке. Еще предстоит переоборудовать и оснастить современными светильниками данный объект, что, однако, в настоящее время еще не выполнено. А вот в администрации города с пониманием отнеслись к подрядчику. Та беда, которая спустилась на мировое пространство, она несколько сдержала наши на сегодняшний день шаги. Плиточное покрытие, а плитку мы привозим из Челябинска, мы получили сегодня в полном объеме. И вот эти вот виды работ до дня города будут завершены. Мы сделали по желанию жителей города Ульяновска дополнительные дорожки, и они к дню города будут выложены. Что же касается освещения, то фонари ждут аж из Санкт-Петербурга. Как объяснил подрядчик, в том числе и губернатору, местный завод славится своими пушкинскими светильниками из классической серии фонарей, которые дополнят общий стиль парка. К слову, деньги на реконструкцию сквера, а это более 9 миллионов рублей, были выделены из областного бюджета. В ближайшее время приступим к монтажу светильников. К концу месяца, я думаю, вас порадует сквер. Осмотрев сквер Карамзина, первые лица города и области дошли и до мемцентра. Напомним, на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения из федерального бюджета уже выделено более 2 миллиардов рублей. Сейчас ведутся работы по облицовке мрамором фасада, также будет усилен металлокаркас здания. Одновременно ремонтируется малый зал для камерной и органной музыки. То, о чем мечтали, да? Да. Все у нас теперь натуральное. Панель натуральный шпон, шредер натуральный шпон, здесь дуговый пакет. Уже выполнены работы по установке элементов системы вентиляции в процессе замены акустической и звуковой системы зала. Полностью реконструкцию мемориала планируют завершить до 2022 года. Ирина Силкина, Виктория Дронова, Артем Петров и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Такого не было почти полвека. Два миллиона тонн зерна намолотили ульяновские сельхозпроизводители в этом году. Как это отразится на рынке зерновых? Подешевеет? Подорожает? Повлияет ли на стоимость хлебобулочных изделий в наших магазинах? Куда пойдут излишки урожая и вообще, что экспортирует наш регион в этом году в другие страны? Обо всем этом рассказали на пресс-конференции в Минсельхозе Ульяновской области. 2017 год, как и нынешний, стал урожайным по зерну. Но оказался провальным по цене в том плане, что большие объемы сбили стоимость данной сельхозпродукции. В том числе и на экспорт. От 4 до 6 тысяч рублей за тонну. В этом году дела ульяновских сельхозпроизводителей намного лучше. Начальная цена – 11 тысяч рублей за тонну зерна. Собрать хороший урожай – большое дело. Но его еще надо отгрузить и доставить. Не так давно в наш регион, в Старомайском районе, зашел инвестор из Татарстана, который заинтересовался отгрузкой зерна по воде. Пока они сейчас отстроили причальную стенку, сейчас настраивают инфраструктуру. То есть они там ставят банки для хранения, чтобы загрузку максимально сделать быстро в баржу. И тем не менее, я думаю, что они тоже найдут экспортные контракты. Все хорошо, но, конечно, ложится на затраты. Мы тоже просчитывали поставку. Не хватает именно лаборатории, именно лабораторного оборудования. Все необходимо, чтобы можно было завозить, перевалку делать, и чтобы там же проходить полный анализ зерна, включая протеин, влажность, сорность. А вот у Новоспасского элеватора есть своя производственно-техническая лаборатория. Само предприятие через 8 лет может праздновать вековой юбилей. А два года назад здесь была завершена его полная реконструкция. Сейчас элевадер переваливает через себя и отгружает около 100 тысяч тонн зерна и технических культур в год. И все это проходит через местную лабораторию. Мы определяем качество полное, по которому потом определяется класс зерна, и идет раскладка по складам. Помимо зерна, в этом году наш регион экспортирует крепкий алкоголь в Китай. А представители Меликетского рыбного хозяйства скоро отправятся в Турцию на международную выставку, где представят Волжский улов. Пользуется спросом за рубежом и другая продукция ульяновских сельхозпроизводителей. Поставляем из прошлого года. И подсолнечник, и рапс, он идет на экспорт. Это экспортные культуры, которые тоже выращивают наши растеневоды. Это очень востребованная культура сейчас и с высокой ценой. И маржинальностью для сельхозпроизводителей. В Турцию, в Египет, в Казахстан, в Азербайджан, в Германию. Там не урожай рапс уже третий год. Что же касается цены на главный российский продукт, в регионе запускается акция «Социальный хлеб». На шесть позиций в магазинах будет уменьшена торговая наценка. К примеру, на продукцию «Ульяновск Хлебпрома» цена должна снизиться на 20%. Элла Шахова, Михаил Державин, Вести Ульяновск. Почти 4 миллиона рублей грантовой поддержки получил студент Ульяновского аграрного университета, победив в конкурсном отборе программы «Агростартап». Уже сегодня Андрей Володин – глава личного фермерского хозяйства. В планах – покупка 64 голов крупного рогатого скота. А в ближайшие пять лет объем производства мяса говядины должен достигнуть 19 тонн. Ферма у нее уже все построено. Также уже был заложен сенаж для того, чтобы кормить скот. Также было уже заготовлено сено с соломой. Также уже был на свои средства куплен корм-уборщинный комбайн. Также есть своя земля оформленная. Глава региона пожелал удачи молодому фермеру и отметил, есть куда стремиться. А регион поможет начинаниям аграриев. Я на следующий год увеличу, дай бог, чтобы ничего не случилось, финансирование агропромышленного комплекса на 500 миллионов рублей. Хотя у нас в этом году гигантская сумма по сравнению с каким-либо годом. Помощь регион оказывает и пожарным добровольным дружинам. В этом году в область уже поступили новые лесопатрульные комплексы, грузовые пожарные автомобили, квадроциклы, а также навигаторы, тепловизоры и беспилотники. Ожидается поставка метеостанций и радиостанций. Ключи от пожарного автомобиля Сергей Морозов передает добровольной пожарной охране Коптевского сельского поселения. Я хочу поблагодарить ваших руководителей, которые обратились ко мне с просьбой и поблагодарить наше условное управление МЧС о том, что они достаточно быстро отозвались и вручить вам и паспорт, и свидетельство от этой автомашины. Самое главное, чтобы вы чувствовали себя спокойно. Губернатор отметил, в регионе будет объявлен смотр-конкурс на звание лучшей добровольной пожарной команды Ульяновской области. Коллективам, которые по итогам займут первые 10 мест, будут вручены новые пожарные автомобили. Опасность не отступила. В Ульяновске продолжают действовать масочные режимы за коронавирусные инфекции, а сотрудники городской администрации проводят проверки на предмет его соблюдения. В частности, под постоянным наблюдением крупные торговые центры и небольшие магазины. Здесь порой фиксируются случаи, когда продавцы игнорируют требования носить защитные маски. А ведь им в течение дня приходится общаться с большим количеством людей. Кроме того, проверяют наличие разметки, предупреждающей о необходимости соблюдать социальную дистанцию. А также журнал с указанием температуры сотрудников. Ну а там, где мы видим 3-4 нарушения, которые явно уже даты. То есть нет маски у человека, даже когда мы проверяем ее до сих пор, но это явно нарушение. Нет каких-то ковриков, нет разметки, нет журналов. Ну, считаем, что в этом случае надо уже протокол составлять. Как отмечают проверяющие, злостных нарушителей не более 5%. И в целом продавцы спокойно реагируют на замечания и предупреждения, обещая все исправить. Примерно так же реагируют и водители маршрутных такси, которые порой оказываются на линии без средств индивидуальной защиты. У нас нет цели обязательно штрафовать, говорят проверяющие. Больше как бы разъяснительный характер, чтобы люди понимали, что это как бы очень важно носить маски, потому что у нас сейчас такая ситуация в стране и вообще, ну и в городе. Ну, первый раз, если он просто предупреждение, а второй через суд, это то, что вынестит в суд уже. Штрафные санкции, накладываемые на частное лицо, до 30 тысяч рублей. А вот предприниматель или организация могут получить наказание в сотни тысяч рублей за нарушение масочного режима. С этого учебного года все учащиеся младших классов страны начали получать в школе бесплатное питание. Уже со 2 сентября дети завтракают в учебных заведениях. О хорошем начале дня Элла Шахова. Многие ученики младших классов завтракали в школе и раньше. У многих есть любимые блюда в столовой. Макароны с сосиской, котлеты вкусные. Мясные. Гречка тоже вкусная. Это вот мои из самых любимых. Уже первые два дня питания в сложившихся условиях в связи с пандемией COVID-19 показали, что процесс растягивается. Классы разводят так, чтобы они не встречались при походе в столовую и обратно. Это требует дополнительного времени. Предусмотрены и другие меры. Мы предусмотрели обязательную дезинфекцию после каждого приема пищи. Группами дети у нас принимают пищу. Мы развели детей. Вы видите, они у нас не контактируют, классы. Потому что таково требование Роспотребнадзора. Помимо этого мы сочли нужным вести в лицее урок здорового питания. Всего в школу в этом учебном году в нашем регионе пошло более 120 тысяч детей. 54 тысячи – это младшеклассники. Они теперь питаются в своем учебном заведении бесплатно. Так называемый бесплатный президентский завтрак. То есть это одноразовый прием горячей пищи. Стоимость такого завтрака по набору продуктов составляет 54 рубля 46 копеек. То есть это стоимость продуктового набора. Стоимость услуги на приготовление пищи, на все остальное, на амортизацию оборудования и так далее, ложится на средства муниципальных бюджетов, так как большинство образовательных организаций муниципальные, в государственных, на средства областного бюджета. Бесплатное питание все младшеклассники получают один раз в день. Как правило, это завтраки. Однако в школах, где дети ходят во вторую смену, такие есть в Димитровграде, дают президентские обеды. Бесплатными обедами плюсом к завтраку кормят ребят из льготной категории. А льготники из старших и средних классов получают только обеды. Елла Шахова, Михаил Державин, Вести Ульяновск. В этом году в Ульяновской области отмечены сразу две семьи года. Они стали победителями всероссийского конкурса. Супруги Шарафиддинова выиграли в номинации «Молодая семья». А вот Читу Гусевых признали «золотой семьей». На конкурсе они поделили секретами крепкого брака. Советы из первых уст в нашем репортаже. Оригинальный подарок супруги Гусевы получили от правнуков. Любовь до луны и обратно, как говорилось в известной сказке. Глядя на Нинель Борисовну и Георгия Ивановича, понимаешь, что она действительно есть. 65 лет в браке и больше 70 лет дружбы. Жили мы в Кизеле, город Кизел, Пермская область. Он уже закончил 7 классов, тогда я была 7-летка. А я приехала, училась, 7 классов закончила. А встретились мы на волейбольной площадке, ходили на волейбольную площадку. Ну, играли, не обращали внимания. Приходил парень, интересный, голубоглазый. Мне стало интересно, но я виду не подавала, что мне очень нравится. Именно тогда и зародились первые чувства. Но из Кизела Нинель Борисовне пришлось переехать в город Оса. 4 года в педагогическом училище. Георгий Иванович пообещал ждать. Слово сдержал. В 55-м влюбленные сыграли свадьбу. А через год у Гусевых появилась дочка. Этой дочке сейчас 64 года. И она работает в ЦГБ. Вот, это мне помогает сейчас. А в 61-м году родился сынок Олежка. Но он у нас в 89-м году погиб. Оставил наследство двух девочек. Мы воспитываем его детей. Теперь, рассматривая семейные фотографии, супруги повторяют, что они богатые бабушка и дедушка. Двое детей, четверо внуков и пятеро правнуков. Семья большая, все очень близко здесь. Собственно, все здесь. Ну, здесь, в Цитарии, в Москве, внучка одна, остальные все здесь. Все они имеют образование, все они работают, семейные, живем очень дружно. Супруги уже давно на пенсии. Нина Альборисовна всю жизнь проработала учителем. Георгий Иванович трудился шофером. Сейчас воспитывают правнуков и занимаются общественной деятельностью. Поэтому, когда работники соцзащиты предложили поучаствовать в конкурсе «Семья года», согласились. Оказывается, так трудно готовить. Во-первых, трудно то, что пришлось все вспомнить. Вспомнить свое тяжелое детство. А у нас детство было очень тяжелое. Мне было 9 лет, а сестренке 4 года. Мы попали в фашистский концлагерь. И в лагерях мы были целых 4 года. Нас в Германию отправили. А мама оказалась в блокадном Ленинграде. И только в 1946 году мы встретились. Вот что не вспомнишь, и все это как-то возвращаешься к войне. По всей стране в этом году более 3000 семей принимали участие. Выиграла наша семья Георгий Минель-Гусевых. 21 сентября у них будет железная свадьба. 65 лет совместной жизни. Но иначе и быть не могло. Ведь кто лучше супругов Гусевых может знать настоящий секрет семейного счастья? Общее увлечение. Вы понимаете, у нас было общего. Мы очень любим природу. Он говорит, слушай, даже сейчас, вот я еле хожу, ноги болят. Давай-ка поехали, съездим за грибочками. Он может иногда заменить меня. Приготовить обед может. Прибраться может. Он не боится вот этой домашней работы. Сплачет у нас дети. Дети у нас вечно заботы. Надо было всех выучить. Вот он самый главный секрет. Доступный каждому. Забота друг о друге. Елена Тимонина, Екатерина Лазарева, Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. На этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня. До встречи. Увидимся. Сейчас в Ульяновске 25 градусов тепла. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 32%. Ветер южный 3 метра в секунду. Продолжение следует.